Здравствуйте, ребята! Рада вас сегодня видеть. И с вами снова я, Наталья Николаевна Пискунова. И сегодня мы проведем с вами занятие, которое называется тема нашего занятия «Стили речи». Итак, ребята, начнем. Продолжение следует. Перед вами на слайде написаны слова. Сейчас мы с вами произведем орфоэпическую разминку. Давайте с вами сейчас вместе произнесем слова, которые на слайде. И постараемся запомнить, как они правильно произносятся, как правильно ставится ударение. И давайте с вами постараемся эти слова употреблять правильно в нашей повседневной речи. Итак, первое слово «красивее». Сейчас я произнесу их, потом вместе со мной постараемся это сделать. «Звонит», «звонят». Обратите, пожалуйста, внимание, что в этих словах «звонит», «звонят», «созвонимся» ударение уходит за букву «Н». Вот это, пожалуйста, запомните, потому что в этих словах очень часто делаются ошибки. Повторяю «звонит», «звонят», «созвонимся», «свёкла», «щавель», «столяр», «маляр», «торты», «жалюзи» и слово «сливовый». А вот теперь, после того, как я их произнесла, давайте теперь медленно это сделаем. Я произношу слово и делаю паузу. Вы за мною повторяете. «Красивее», «звонит», «звонят», «созвонимся», «свёкла», «щавель», «столяр», «маляр», «торты», «жалюзи», «сливовый». Переходим к следующему слайду. И вот теперь сразу же сделаем орфоэпический практикум. Поставьте, пожалуйста, ударение и напечатайте. Четыре слова напечатайте, пожалуйста, в чате, как вы запомнили то, о чём мы сейчас с вами говорили. Обязательно то, что мы с вами теоретически делаем, это необходимо практически закреплять. Необходимо задействовать, скажем так, и зрение, необходимо и слух задействовать, чтобы вы запоминали. У кого-то слуховая память, вы запоминаете на слух, у кого-то зрительная память. А для тех, кто должен прописать, значит, пропечатайте, пожалуйста. И как только вы это сделаете, вы поймёте, что вы эти слова запомнили. «Красивее», «звонит», «звонят», «созвонимся». Так, хорошо. Я вижу, ребятки, что получается, что слова эти запомнили. Молодцы. Кто ещё у нас печатает? Есть ещё люди, которые так сидят с нами сейчас, занимаются русским языком. Правильно, Вероника. «Звонит», «звонят», «созвонимся». Всё верно. И Софья тоже правильно поставила ударение в этих словах. И Алина тоже всё сделала верно. Переходим с вами к следующему слайду. Посмотрите, ещё вам четыре слова, которые необходимо тоже отработать. Смотрю так. «Егор красивее», «звонит», «звонятся», «звонимся». «София», «Егор». Ещё, ребята, смотрю, печатают. Так, я даю паузу для того, чтобы посмотреть свёкла, щавель. Так, верно, 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 Никита. «Звонятся», «звонимся». «Столяр». Да, обычно частенько делаем мы ошибку в этом слове. Кто-то говорит «столяр». Нет, правильно говорит «столяр», «моляр», «даяр». Есть такие профессии. Так, свёкла, щавель, «столяр», «моляр». Всё верно. Молодцы. А мы переходим с вами к следующему слайду. Ещё даю вам три слова. Посмотрите, пожалуйста. Как правильно эти слова произнести, как правильно поставить ударение. Молодцы мои, активно работаете, молодцы. Так, торты, жалюзи нет, Ваня. Делаем ошибку. В словах сделана ошибка. Найди её, пожалуйста. Так. Даниэль, давай, давай, печатай. Нет, не торты. Милана, нет, ты делаешь ошибку, к сожалению. Так, ещё. Так, Даниэль, торты, жалюзи сливовые. Я с тобой согласна вполне. Итак, давайте ещё разочек мы пройдём, вернёмся назад. Ещё разок мы с вами прочитаем те слова, которые использовались. Красивее. Ну, часто говорят красивее. Нет, это неправильно. Говорим всегда с вами красивее. Звонит. Звонят. Созвонимся. Я уже вам сказала. Здесь ударение уходит за букву Н. Свёкла, щавель, столяр, маляр. Но правильно говорить. Торты. Ну, никак не торты. Торты. Это будет правильное произношение слова. Жалюзи. Но не жалюзи, потому что как-то в этом слове тоже частенько путаются. Запоминаем. Жалюзи. Французский вариант. Сливовый. Но не сливовый. Правильно. Слива. Сливовый. И на это слово особое внимание. И на слово красивее. Потому что очень часто мы это слово употребляем. Ну, а теперь, после того, как мы сделали с вами практику, мы движемся дальше. Прощелкиваю эти слайды. И мы с вами переходим к орфографическому практику. Давайте с вами попробуем в словах выставить, проставить буквы. Теперь задействуем орфографию. Задействуем. Сейчас мы будем работать с удвоенными согласными. Где-то она нужна, где-то она не нужна. Итак, слово аллея. Иллюстрация. То ли аллея, то ли аллея. Как правильно писать? То ли нужна буква двойная L, то ли не нужна. Иллюстрация, иммунитет, интеллект, касса, параллель, грамм и грамматика. Давайте с вами попробуем слово аллея. Нужна, не нужна буква удвоенная? Так, переходим. Давайте попробуем все эти слова напечатать. Давайте в столбик напечатаем, как это сделано у меня. Давайте так попробуем. Ну, либо строку все равно. Аллея, иллюстрация, иммунитет, пишет Иван. Так, интеллект, касса, параллель, грамм, грамматика. Еще нужны варианты. Я пока не буду открывать, скажем, слайд, где правильно все написано, с правильным написанием. Давайте еще. Хочу еще посмотреть. Потому что пропечатаете и запомните. Потом еще произнесем и запомните наверняка. Так, Алла пишет. Аллея с двумя L. Так, Милана. Аллея, 2L, иллюстрация, иммунитет, интеллект. Так, 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 Милана. Дальше, интеллект с одной L, касса 2, параллель 2, L, грамм, грамматика. Так, Валентина говорит, что грамматика все-таки нужно писать с двумя M, а не с одной M. Так, Вита, что нам Виктория говорит? Аллея с одной L. Дальше, 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 дальше. Все остальные слова написаны с удвоенной согласной. Ну, а теперь, если уже больше никто не печатает, нет, еще печатает один человек. Давайте подождем все-таки. И так, Дамир говорит, грамматика 2M, точка. Больше никаких вариантов не существует. Правильно, Дамир? Так, откроем правильное написание этих слов. Смотрим. Аллея, иллюстрация, иммунитет, интеллект, касса, параллель, грамм, грамматика. Ошибки были, но они были незначительные. Были ошибки в основном в слове грамматика, которую вы написали с одной буквой M. Переходим к следующему слайду. Мне нравится ваша активность. В вашей группе, в группе восьмых классов это интересно. Потому что седьмой класс у меня активно тоже все это пишет. Им это нравится. Поэтому, если вам понравится такой урок, будем их постоянно проводить. Идем на следующий слайд. Перешли. Слово дискуссия. Тоже удвоенное. Только где дискуссия, либо дискуссия. Дальше аппетит, бассейн, искусство. В первом случае S, либо во втором. Коридор, галерея, либо просто коридор, галерея. Это сейчас нам нужно будет с вами выяснить. Работаем, ребята? Печатаем. Так, дискуссия, пишет Вита. Аппетит, бассейн, искусство, коридор, галерея. Вит, я пока не могу сейчас открыть карты. И я хочу посмотреть, что скажут ребята, другие ребята. И вот так, когда я увижу это написание, уже скажу, как это делать правильно. Так, Мария. Дискуссия, аппетит, бассейн, искусство, коридор, галерея. То есть вы слышите, что я произношу сейчас, скажем, такой вот двойный S более так протяжно, чтобы вы это понимали. Когда я читаю, а потом скажу правильные ответы. Дискуссия, аппетит, бассейн, искусство, коридор, галерея. Так, коридор. Есть такой вариант, Милана говорит, что коридор нужно писать двумя R. Так, а Глеб ей отвечает, что коридор пишется с одной буквой R. Но он отвечает не ей, он пишет в чате. Так, 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 кто же будет прав? Сейчас мы с вами разберемся. Сейчас допечатают еще два человека и уже наверняка поставят точку. И скажут, как пишется коридор, коридор, либо коридор, галерея, либо галерея. А может быть еще вариант, галерея. То есть мы сейчас с вами разберемся. Итак, смотрим следующий слайд. Дискуссия. Право ребята, которые написали 2С во втором случае. Аппетит, бассейн, искусство. Обращаю внимание на это слово. Слово это довольно-таки часто употребляется. И поэтому, знаете, пожалуйста, что во втором случае, не в первом случае, где стоит С, а во втором случае, где стоит С, ставится их две буквы. То есть они удвоены. Искусство. А вот слово коридор и галерея пишутся с одной согласной. Но так хочется поставить, да, действительно, иногда, скажем, когда я тоже изучала эту тему, мне тоже хотелось поставить в слове коридор почему-то удвоенную R, либо галерея. Но еще раз говорю, давайте с вами запомним. А запоминать нужно, ребята, через ассоциации. То есть со словом коридор должна быть какая-то ассоциация. Сейчас продумайте, о каком коридоре может идти речь, о какой галереи может идти речь. И запомните, пожалуйста, что эти слова пишутся с одной согласной, не с удвоенной согласной. Хорошо. Мы движемся с вами дальше. Продолжаем с вами орфографический практику. Слово класс, комиссия, касса, масса, пресса, профессор, искусство, шоссе, где-то повторяются слова, не беда. Поставьте, пожалуйста, расставьте, пожалуйста, в них буквы. Нужна ли удвоенная, либо не нужна. Это вы сейчас сделаете самостоятельно. Мне очень нравится, что существует обратная связь, где вы можете активно поучаствовать в работе, в работе на уроке, в работе над темой. И я знаю только лишь одно, когда ты все это пропечатываешь, произносишь, всегда идет хорошее запоминание. Итак, класс, комиссия, касса, Мария пишет так, пресса, профессор, искусство, шоссе, везде удвоенные «С». И искусство, я уже говорила сейчас во втором варианте. Класс, так, Эрик пишет, класс, комиссия, с одной «С». Так, касса, здесь не «касска», здесь «касса», касса, масса, пресса, профессор, искусство, Дамир, обращаем внимание на слово «искусство». Мы только о нем сейчас говорили, об этом слове. Так, Аллочка пишет, что класс с двумя «С», комиссия с двумя «С», касса, масса, две буквы «С». Хорошо, Дамир, я очень рада, что ты позитивно реагируешь на критику. Спасибо большое, что ты меня понимаешь. И мне очень хотелось бы, чтобы вы меня понимали, потому что на самом деле несу, скажем, несу знания, пытаюсь, чтобы вы это понимали, чтобы вы это правильно употребляли, чтобы вы были грамотными и образованными людьми. Так, правильно Егор говорит, везде будет две буквы «С». Хорошо, давайте посмотрим. Итак, слово «класс», ну это понятно, вы с этим словом уже давно знакомы. Комиссия, касса, масса, пресса, профессор, искусство и шоссе. Я рада, ребята, что у вас это все получается. Движемся с вами дальше. И сегодня на пунктационной разминке мы с вами повторим прямую речь и при ней слова автора. Перед вами табличка, в которой расписано слова автора, прямая речь, какие знаки припинания ставятся. И в третьей, именно в этой табличке, в третьей графе дается вам уже более сложный вариант. Давайте с вами вспоминать. Итак, что такое прямая речь? Это слова, которые мы не искажаем, не изменяем. Слова другого человека, который произнес, скажем, ту или иную фразу. И мы для того, чтобы показать, что это прямая речь, и мы не изменяем слова, для этого мы ставим в кавычки. И говорим, вот, слова человека, который произнес. Допустим, это предложение. Поэтому его слова стоят в кавычках. Хорошо. Слова автора у нас стоят на первом месте. Давайте. И после них ставится двоеточие. То есть мы сделали разграничение. Вот слова автора. Мальчик произнес. Ставим двоеточие. Мальчик произнес слова автора. Двоеточие. И потом идет прямая речь. А вот прямая речь. Что он произнес? Конкретно мы не меняем слова. Они стоят в кавычках. Либо мы можем это, скажем, по-другому сделать. Мы можем вначале слова мальчика прямую речь поставить в начало. Потом разграничить тире и с маленькой буквы написать слова автора. Запоминайте, пожалуйста. То есть прямая речь от слов автора, она обычно разграничивается. Еще раз посмотрите, пожалуйста, первую колонку. Какие могут быть знаки припинания. Какие могут быть знаки припинания в конце прямой речи. Посмотрите, пожалуйста. В конце прямой речи может стоять точка, может стоять восклицательный знак. Но он тогда будет стоять в кавычках. Либо может стоять вопросительный знак. Либо многоточие. То есть речь прерывается. Вот такие знаки могут быть при прямой речи. Во второй колонке то же самое, но только наоборот. Слова автора будут стоять и разграничиваться тире, а знаки при прямой речи остаются теми же самыми. А вот третья колонка, она уже сложнее. Это когда человек произносит какую-то речь. У нас было предложение. Оно прерывается, это предложение, и туда в середину вклиниваются слова автора. Посмотрите, что может происходить. Посмотрите, пожалуйста, первая в третьей колонке. Была прямая речь. Вот оно, предложение. Его разорвали. Что происходит? Вы видите, что слова автора выделяются, отделяются от прямой речи с помощью тире. То есть мы показываем. Слова автора стоят в середине. И если это предложение, его просто-напросто разорвали, оно же ведь продолжается. Тогда после слов автора мы ставим запятую и говорим о том, что слова автора закончились, а прямая речь продолжается. Можно построить и по-другому. Посмотрите, пожалуйста. У нас два предложения. В начале идет первое предложение. Отделяется оно словами автора. Ставится точка. А потом идет второе предложение. Ну так может быть и третье, четвертое предложение. Вот таким образом. Смотрим дальше. Третье. Но вот здесь небольшая ошибка, потому что вначале вопросительный знак, а потом восклицательный. Наоборот. Мы вначале спрашиваем, но можем эмоционально окрасить и поставить восклицательный знак. Поэтому прямая речь в вопросе. Дальше слова автора. И снова предложение, но оно уже повествовательное. И точно так же посмотрите на последнюю схему, где прерываются слова, где человек о чем-то говорит. Он прерывал речь, предложение закончилось, потом берется второе предложение. Но нам необходимо посмотреть. Первый и второй вариант, он для вас прост. А вот третий вариант. Давайте с вами постараемся рассмотреть. Обратим внимание, вспомним и первый, конечно, и второй, но на третьем чуть больше поработаем. Смотрите. Тимур тихонько позвал. Коля, вставай. Колька. Посмотрите. Тимур тихонько позвал. Это слова автора. Они стоят перед прямой речью. Поэтому мы ставим двоеточие. И вот прямую речь мы определяем, мы ее обозначаем. И говорим, что здесь, как сказал Тимур, мы ничего не меняем. Вот она прямая речь. Но в прямой речи мы видим с вами, что обращение. Коля обращается... Тимур обращается к Коле. Коля, запятая. Потому что, повторяю, это обращение. Если оно стоит в начале, либо в конце, выделяется одной запятой. Может стоять в середине. И тогда может выделяться уже... Отделяться обеими... Выделяться обеими запятыми. Итак. Коля, вставай. Колька. Это прямая речь. Посмотрите, как оформлено. Слова автора, двоеточие, прямая речь. Наоборот теперь. По-другому переворачиваем. Слова автора могут стоять после прямой речи. Если бы мы сказали, Коля, вставай, Колька. Тимур тихонько позвал. Вот тогда мы сделали следующее. В начале слова. Вначале прямая речь. Дальше, потом тире, разграничение. И потом уже идут слова автора. То есть понятен вариант. Можно и так, можно и сяк. Посмотрим второе предложение. Я запрещаю тебе подходить к этому мальчишке. Твердо повторила Ольга. Посмотрите, пожалуйста. Слова автора стоят после прямой речи. То есть то, о чем я сейчас говорила, когда мы переворачивали предложение. Я запрещаю тебе подходить к этому мальчишке. Это слова Ольги. Мы здесь уже ничего не можем поменять. Потому что это ее слова, и мы их оформляем как прямую речь. Они стоят в кавычках. А твердо повторила Ольга. Это слова автора. И вот третье, последнее, это куда сложнее. То, о чем я вам говорила изначально. Что сейчас мы будем прерывать предложение. Мама попросила девочка, сделай мне качели. И я буду летать туда-сюда, туда-сюда. Посмотрите, перед вами предложение, которое разорвано. Вы видите его. И в середине, попросила девочка, это внесены туда слова автора. Для того, чтобы понять, что это слова автора, их необходимо выделить при помощи тире. Но теперь необходимо определиться. А могло ли быть такое, что состояло бы из двух предложений. Скажем, не разрывалось предложение. Да, у нас есть тоже на это схема. Было бы следующим образом. Мама попросила девочка. Дальше мы бы оставили бы точку. И потом поставили тире. И сделай мне качели. Сделай слово было бы уже с большой буквы. Мы бы показали, что в этом предложении при прямой речи участвуют два предложения. Поэтому после слов автора ставим точку. То есть еще раз посмотрите, пожалуйста. И запомните вот эту вот сложную конструкцию. Когда мы прерываем, разрываем предложение. Дальше. Это предложение разорвано словами автора. И ко всему этому, еще раз повторяю, слова автора выделяются при помощи тире. То есть это как бы показывает, что вот они эти слова автора. Обратите на них внимание. Где мы встречаемся с такой конструкцией? Мы с такой конструкцией встречаемся в художественной литературе. И об этом мы тоже с вами еще будем говорить. Посмотрите, пожалуйста. Вот вам пунктационная разминка. Еще раз то, о чем мы говорили. Теперь уже через предложение, которое я взяла у Александра Сергеевича Пушкина. То есть берем из классики. Слава Богу, сказала девушка, на силу вы приехали. Чуть было бы барышню не уморили. Посмотрите. Предложение. Слава Богу, на силу вы приехали. Это предложение разрывает слова автора. Мы ставим два тире. И мы ставим еще и запятые. То есть мы показываем, мы видим, мы видим, что в предложении прямая речь разорвут слова автора. Но первое предложение, о котором мы говорим сейчас, оно продолжается дальше. То есть прямая речь, она состоит не из одного предложения, а из двух. Поэтому мы поставили точку после слова приехали. Мы продолжаем дальше. Чуть было бы барышню не уморили. Там может быть еще третье предложение. Там может быть четвертое предложение. То есть чтобы вы это понимали. Посмотрите на второе. Слава Богу, на силу вы приехали, сказала девушка. Точка тире. Чуть было бы барышню не уморили. Вот такая конструкция может быть. Это тоже, пожалуйста, запомните. Давайте еще разочек с вами пройдемся. И вспомним, что при обращении ставится запятые. Если обращение стоит, то есть того, к кому мы обращаемся, мы называем по имени. И если это имя стоит в начале предложения, мы ставим запятую. Либо мы, если стоит в конце, тоже одной запятой выделяем. Либо мы можем выделить, если будет находиться в середине предложения. Тогда уже с обеих сторон. И давайте с вами посмотрим. Так, потренируемся. Потренируемся с предложением. Посмотрим, как правильно расставить знаки припинания. Ключик поставьте, кто хочет. Хорошо. Потренируемся. Итак, еще раз запомните, пожалуйста, запомните табличку. Просмотрите ее. Просмотрите еще разочек эту табличку, эту схему. И теперь мы с вами попробуем записать предложение. Минутку. Самостоятельно. Попробуем записать предложение на первую схему. Итак, первая схема, где мы разрываем предложение словами автора. Будем все делать по чуть-чуть. Сегодня немножечко, на следующем занятии немножечко. И таким образом у нас вырабатывается с вами система грамотного письма и грамотной постановки знаков припинания. Работаем именно. Вот я показываю вам третья колоночка. Первая схема, где идут слова. Прямая речь идет. Потом идут слова автора. Снова тире и с маленькой буквы прямая речь. То есть предложение, которое разорвали. Его просто взяли и разорвали. И туда вставили слова автора. Давайте с вами попробуем напечатать такое предложение. Подумайте, пожалуйста. Так, Вита говорит, что я не очень поняла. Вита, давайте сделаем так. Третья, посмотрите, третья колонка. Синим цветом у вас стоит первая строка, первая схема. Большая буква П, запятая, тире, маленькая буква А, запятая, тире П. Прямая речь. Еще раз поясняю. Прямая речь – это слова, это могут быть слова мамы, которые, допустим, общаются с вами, разговаривают с вами. Вы берете предложение и вклиниваете туда слова автора. То есть это то, как у нас, вот только что мы с вами рассматривали эти варианты. А теперь нужно сейчас, скажем, самостоятельно сделать. Эрик пишет, иди кушать, сказала мама, а то остынет. Да, только вначале мы поставим еще, кавычки поставим. Перед словом иди, а мы поставим кавычки. Да, Эрик, ты все сделал правильно. Иди кушать, да. Вот предложение, иди кушать, а то остынет. Вот оно, это предложение. Иди кушать, а то остынет. И мы его прерываем, разрываем словами автора. Сказала мама. То есть вот они, эти слова. Сказала мама. Я с тобой, Эрик, вполне согласна. Напоминаю вам еще раз, что прямая речь, да, она пишется всегда в кавычках. Мама, сказал мальчик, я сегодня получил пять в школе. Алина, замечательно. Замечательно, молодец. Все верно, все хорошо. Так, еще, ребятки, давайте попробуем. Давайте посмотрим, что получится. Я просто буду очень рада вас этому научить, что вы будете это делать правильно. Правильно будете делать на своих занятиях. Правильно будете расставлять знаки припинания. Хочу сказать, что, как говорят мои дети, модным, нет, образованным быть модно. Поэтому давайте следовать моде. Просыпайся, сынок. Мама тихо сказала, а то в школу опоздаешь. Дамир, только обязательно поставь кавычки. Нужно поставить кавычки, потому что это прямая речь, и она идет в кавычках. Вначале перед просыпайся ставим кавычки, и в конце опоздаешь кавычки, а потом только точечку ставим. Точно так же, Вита, я тебе тоже говорю. Перед я мы ставим кавычки. Мы говорим о том, что мы работаем с прямой речью. Я не уверена, сказала она медленно. Может, 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 есть получше. Ну, хорошо. Ты имеешь в виду, что может кушать получше, да? Или что? Если бы ты уточнила, то немножечко было бы, я бы больше поняла. Так, хорошо. Ребята, не забывайте о кавычках. Так, Вероника пишет, мне кажется, задумчиво сказала я, но это не лучшая затея. Правильно, Вероника? Я с тобой согласна. Так, и мне тоже воскликнула она, сделай такой браслет. Правильно, Валентина? Все верно. И мы с вами переходим к следующему слайду. И сейчас мы с вами узнаем немножечко информации о фразеологизме. Вы помните, что фразеологизм – это устойчивое сочетание слов. Устойчивое сочетание, которое нельзя уже изменять и которое можно заменить одним словом. Ну, буквально делать из мухи слона, мы говорим. Это значит преувеличивать. Нельзя ни в коем случае заменить. Делать из мухи комара, например, либо делать из мухи осла. Это так тоже невозможно сказать. То есть устойчивое сочетание, оно закреплено. А закреплено в фразеологическом словаре. Существует фразеологический словарь, где есть полный перечень фразеологизмов. И сегодня мы с вами поработаем с фразеологизмом «шиворот на выворот». Что это за фразеологизм, откуда он взялся, вы немножечко узнаете из истории. Итак, если сделать что-то не так, как полагается, либо наоборот, либо перепутал таких случаев, скажут «шиворот на выворот». То есть готовился и готовился к контрольной работе по математике, и тут вдруг почему-то сделать совершенно все по-другому. Вы скажете, да что ж такое, сделать все с шиворот на выворот. Сейчас это вроде бы вполне безобидное выражение. А вот когда-то оно связывалось с позорным наказанием. Во времена Ивана Грозного, провинившегося боярина, сажали задом наперед на лошадь, вывернутой наизнанку одежде. И в таком виде опозоренного возили по городу под свист и насмешки уличной толпы. Но слава богу, что это все закончилось, вот такие вот наказания, и у нас никто таким образом шиворот на выворот по улицам не ездит. А вы, пожалуйста, запомните и употребляйте этот фразеологизм. А вот теперь, ребята, мы переходим с вами к новой теме. Скажите мне, пожалуйста, нужны ли вам такие вкрапления, такие разминки, орфографические, пунктационные, орфоэпические? Если нужны, тогда я уроки построю вот таким образом. Если да, поставьте, пожалуйста, либо плюс, либо напишите, чтобы я видела вашу реакцию. Так, спасибо, ребята. Я поняла. То есть мы делаем, работаем в таком ключе. Итак, новая тема. Сейчас мы будем с вами разговаривать о функциональных стилях. Мы с вами говорили о типах речи, мы с вами говорили об описании, мы с вами говорили о повествовании, мы с вами строили рассуждения. И теперь нужно поговорить, какую лексику использовать в этих типах речи. И вообще, может быть, это может быть, скажем, такая лексика, какую хочу, такую пишу, либо она должна быть какая-то особая лексика. И об этом как раз наша новая тема. Цель нашего занятия – это дать представление о стилевых разновидностях русского литературного языка. Дело в том, что язык обслуживает самые разнообразные потребности общественно-человеческой жизни. И в зависимости от содержания и цели повествования, от обстановки речи, применяются те или иные средства языка. То есть это сейчас я говорю к тому, чтобы вы понимали, что когда вы разговариваете друг с другом, вы используете один набор слов. Вы даже по-другому строите предложение. Если вы разговариваете с учителем, у вас уже другой набор слов. Если вы разговариваете с родителями, вы используете третий набор слов, чтобы вы это понимали. И вы должны понимать, что на конференциях, если вы представляете доклад, если вы представляете реферат, то так как вы общаетесь друг с другом, вы уже говорить не можете. Вы будете использовать терминологию, вы будете следовать четко определенному плану. И вот как раз я говорю, что об этом, о стилистике, о стилях мы сегодня и будем вести разговор. Итак, что же такое стилистика? Это раздел языкознания, изучающий принципы целесообразного использования имеющихся в языке средств. Совокупность языковых средств, выбор которых обусловлен содержанием, целенаправленностью и обстановкой речи, составляет то, что обычно называют стилем языка. И где, какими словами пользоваться, будем об этом сегодня говорить. Начнем, по крайней мере, сегодня об этом говорить. Итак, существует классификация стилевых разновидностей речи. Существует речь устная и существует речь письменная. Устная речь – это та, при помощи которой вы общаетесь. Это называется разговорный стиль. То есть речь, при помощи которой вы общаетесь друг с другом, это будет разговорный стиль. И, естественно, в этом разговорном стиле будут употребляться такие слова, которые невозможно будет употребить в деловом стиле. Ну, к чему разговор? Разговор к тому, что нельзя, например, когда человек приходит и устраивается на работу, написать вместо делового стиля, вместо, скажем так, директору завода, фабрики, либо учебного заведения, ни в коем случае там нельзя написать любимому и дорогому директору такому-то, такому-то. То есть это как раз и говорит о том, что мы должны понимать, что это деловая бумага, и использовать вот такие слова мы можем лишь только, скажем, не в этом стиле. Это может быть художественный стиль, но это может быть разговорный стиль, но никак не деловой. Итак, письменная речь – это научный стиль, это деловой стиль, это публицистический стиль, это художественный стиль. Вот они, четыре стиля. Устная речь, разговорный стиль – пять стилей. Давайте с вами двигаться дальше. Посмотрим научный стиль. Его назначение – это систематическое и точное изложение научных вопросов, использование сложных предложений, наличие слов с абстрактным значением, научно-технической терминологии, отсутствие эмоционально окрашенных слов и логичность изложений. Это и есть научный стиль. Основные жанры – это могут быть статьи, монографии, диссертации, энциклопедии, слова из справочных и учебная литература. То есть, вот вам, пожалуйста, основные жанры, в которых может использоваться эта лексика. Определите, пожалуйста, какой из текстов написан в научном стиле, а какой написан в художественном. Но я думаю, что это будет, наверное, несложно. Посмотрите. Береза – род деревьев и кустарников семейства березовых. Около 120 видов в умеренных и холодных поясах с северного полушария и в горах субтропиков. Лесообразующая декоративная порода. Наибольшее хозяйственное значение имеют береза бородавчатая, береза пушистая. И давайте посмотрим на второй текст, на текст Есенины. Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром, на пушистых ветках, снежною каймой распустились кисти белой бахромой. Поэтому мы с вами говорим, правильно, София, первый текст – это научный. Мы чувствуем эту сухость, мы чувствуем, мы видим слова, которые употребляются как терминология – род, вид, род и так далее. Чего нет у нас в тексте Сергея Есенина. Правильно вы написали, что художественный – это второй текст. Я согласна с вами, первый – научный. Идем дальше. Деловой стиль. Употребляется он в сфере правовых отношений. Прежде всего здесь должна быть точность, стандартизированность построения текста, предписывающий характер деловых документов, широкое применение стандартных оборотов. То есть должны быть определенные клише, которым мы будем следовать. То есть все заявления пишутся в определенном стиле, то есть не в свободном написании они находятся. И большое количество будет производных предлогов и союзов в соответствии, в связи, в силу того, что согласно чему-то. Давайте посмотрим жанры. Это прежде всего законодательные акты. Это официальная переписка. Ну что значит официальная переписка? Когда идет переписка между двумя предприятиями, либо делается какой-то запрос предприятия, либо какая-то служба дает ответ. То есть все это должно быть фиксироваться. Это должны быть исходящие, входящие документы. То есть они все фиксируются. Документы, заявления, заявка, доверенность, объяснительная, докладная. Все это называется документами. Характеристика, автобиография. Это все основные жанры делового стиля. Посмотрите, пожалуйста, перед вами заявление. Проанализируйте образец заявления, каковы права написания и расположения частей. Посмотрите, пожалуйста, как оформлено. Оформляется справа. В верхнем правом углу пишется кому. Кому мы пишем это заявление. Директору чего? Школы, либо директору завода. Обязательно ставится фамилия, имя, отчество. И пишется чье это заявление. Заявление ученика. Вот здесь 10-го А-класса Петрова заявление. И человек пишет свою просьбу, что он просит перевести из класса в класс, либо еще что-то. Дальше ставится подпись. И потом слева, посмотрите внизу, ставится дата, когда это заявление было написано. И отдается, передается в секретариат, передается, чтобы, скажем, секретарю, который несет его уже непосредственно директору. Написали, сделали. И поэтому еще раз объясняю. Еще раз напоминаю, что у нас не может быть такого, что мы вдруг взяли из художественного стиля слова и пишем. Дорогому директору гуманитарной школы номер 5, Семенову Юрию Романовичу. Это понятно. То есть мы разграничиваем эту лексику. Для делового стиля одна лексика, для художественного стиля другая. А для разговорного третье. Публицистический стиль. Назначение. Что это вообще за стиль? Это стиль, публицистический стиль газет и журналов. Назначение. Информирование. Передача общественно значимой информации, воздействия на читателя, слушателя. Сфера употребления будет какая? Это общественно-экономические, политические, либо культурные отношения. Конечно, должна быть здесь логичность и образность, и эмоциональность должна быть, и призывность, и оценочность. То есть существует какая-то проблема, которую увидел автор, он ее пропустил через себя и решил, что необходимо с этой проблемой поделиться с другими людьми. Поэтому для этого он пишет статью, где показывает, что я это увидел, я это услышу, а теперь услышите, пожалуйста, вы. Поэтому здесь будет и эмоциональность, и общая доступность. Речь рассчитана на широкую аудиторию. И в публицистическом стиле обычно предложения маленькие, не больше семи слов. То есть они должны быть доступны. На это обратите, пожалуйста, внимание. Должна быть точность фактов, конкретность, риторические вопросы, риторические обращения. Еще раз повторяю, все это публицистический стиль. Жанры какие? Это статья в газете, в журнале, почерк, репортаж, интервью, фильетон, ораторская речь, судебная речь, выступление по радио, телевидению, доклад какой-то может быть дальше. И мы переходим с вами. Времени совершенно мало у нас остается, но мы продолжим на следующем уроке. Это художественный стиль. Основная функция – это эстетическое. Тогда это будет, значит, что здесь прежде всего должно быть? Образность. Использование художественных средств языка. Используются тропы. То есть все то, что будет в переносном значении. Это могут быть эпитеты, это могут быть сравнения, это могут быть метафоры, гипербола, рецитворения. То есть когда вы открываете художественную литературу, и тогда в художественной литературе весь этот спектр художественных средств, он вам показан. То есть какие слова будут использовать, какие слова подберет автор произведения, от этого и будет зависеть образность. То есть все то, что вы сможете увидеть. Если подберет автор красивое описание природы, подберет эти тропы, подберет сравнения, подберет эпитеты, метафоры, вы это все увидите. То есть вы сможете даже увидеть, скажем, картину, которую он описывает зимой, зимнюю картину, вы можете увидеть это летом. Главное, чтобы автор нашел правильные слова. И тогда все это вы увидите. И естественно здесь будет эмоционально окрашенная лексика. Какая лексика может быть в художественном стиле? Еще раз повторяю. Это может быть и слова с уменьшительно ласкательным значением, и тропы могут быть, и слова, которые вы не часто произносите, они, скажем, произносятся в каких-то определенных случаях. Здесь и фрадиологические обороты. Все это может быть. Напоминаю, что есть вопрос. Если я озвучу текст, например, в научном стиле, то это считается устной речью? Нет. Устная речь – это та речь, разговорный стиль вы имеете в виду, я так правильно понимаю. Разговорный стиль – это когда вы общаетесь друг с другом. А когда это уже написано, то это уже нечто другое. То есть это уже письменная речь, и к ней определенные идут стили. То есть это то, что мы смогли запечатлеть на бумаге. Ну а я хочу закончить наш сегодняшний урок стихотворением Толстого, чтобы вы понимали, что такое художественный стиль, и чтобы могли посмотреть на изобразительное-образительное средство. Не ветер, вея с высоты, листов коснулся ночью лунной, моей души коснулась ты. Она тревожна, как листы, она как гусли многострунна. Житейский вихрь ее терзал, и сокрушительным набегом, свистя и воя, струны рвал и заносил холодным снегом. В этом стихотворении есть и метафора, ветер коснулся листов ночью лунной, моей души коснулась ты. Как человек может коснуться души, и не прикоснешься, да? Мы понимаем, что это переносное значение. Мы говорим о том, что здесь использованы средства выразительности. Она как гусли многострунна. Здесь есть сравнение. Вот, ребята, чем отличается художественная речь от художественный стиль, от стиля делового. Но об этом мы с вами поговорим на следующем уроке. Спасибо, ребята, за то, что вы пришли ко мне на урок, за то, что вы меня прослушали. Спасибо большое за то, что вы со мной работали сегодня, поддерживали меня. В моем начинании имеется в виду в орфоэпическом практикуме, разминках и тому подобное. Спасибо, что вам это понравилось. И на следующий раз мы обязательно с вами встретимся и продолжим в том же формате. Всего доброго, хорошего дня. До свидания. Спасибо. 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 Продолжение следует...